В будущем листки часовой непроцездольности станут электронными, пока же их оформление в паперовом варианте спрашается. Так перейти на систему электронной охоты здоровья будет простей. В поликлиниках еще достаточно бланка старого узора. Коли они закончатся, тогда перейдут на новые. Об основных адрознениях оформления и какая от этого корысть для пациентов – сюжет Марины Джалой. За тлумачением изменения оформления листков непроцездольности наша здымочная бригада отправилась в филиал номер один Гомельской центральной городской поликлиники. Тут обслуговывают больше 50 тысяч человек. Что день урачи выписывают от 50 до 100 больничных листков. Урач агульной практики Светлана Короткая каже, что новое оформление для ее работы будет докладно больше зручным. Намного удобнее, потому что не пишутся места работы, потому что пациенты не всегда могут сразу сказать место работы исправлений стало меньше, поэтому время сокращается. Вот в этом стало лучше. Али то, что на листку непроцездольности больше не треба писать место работы пациента – ни один изменение. С недавнего времени вы начали оформлять больничные листы по-новому, изменился и перечень лиц, которые могут получить больничный лист. Но я думаю, что не только мне, но и телезрителям будет интересно узнать о подробностях. Да, вы правы. С 31 января 2019 года вступила в действие новая инструкция о порядке оформления и выдаче листков нетрудоспособности, которая утверждена постановлением Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты от 4 января 2018 года, номер 1.1. Значит, здесь расширился перечень, кому положена выдача справок. Например, в частности, мы начали выдавать справки лицам трудоспособного возраста, безработным, которые не состоят нигде на учете, в органах по труду, занятости и соцзащите. Изменился порядок и выдачи листков нетрудоспособности по уходу за ребенком до 3 лет. Значит, в частности, если мама сейчас находится в декретном отпуске и работает на неполный рабочий день, то в данном случае выдача листков нетрудоспособности в случае болезни ребенка будет положена только маме. Конечно, в каждом правиле есть исключение. Если, например, мама заболела и тоже не может ухаживать за ребенком, тогда, конечно, листок нетрудоспособности будет выдан другому лицу. Но здесь это решается в каждой конкретной ситуации. Также изменилось в случае болезни мамы по уходу за ребенком до 3 лет. Значит, если раньше мы требовали от родителей справочку о том, что ребенок не посещает детское дошкольное учреждение, то сейчас уже эта справка не нужна. И если мама болеет и ребенку до 3 лет, то будет выдан листок нетрудоспособности без учета того, посещает он детский садик или не посещает. Так само есть махчимость подушить листок непроцездольности человеку, и кида глядая за хворым детем в возрасте до 14-ти годов, а любой детем-инвалидом в возрасте до 18-ти. Гэта махчима, коли детям оказывается медицинская допомога у стационарных умовах, а вернуться до дома после выписки у той же день за отдаленность больницы не отрымливается. Гэта новая вядень не поширы ли махчимасти для вызволения человека от працы у сувезе с хворобой у першой чергу членов ягу семьи. Уведение новых о формату бланка дозволить больше органично улиться у системы электронной охоты здоровья у целым и обмениваться оперативной информацией с фондом социальной обороны насельництва.